Временный нефтяной компромисс. Статья на Украина.ру за 14 апреля 2020 года. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Принц Мухаммед, правящий Саудовской Аравией от имени своего батюшки короля Салмана, личность очень эмоциональная. Зачастую это ему вредит. Не пошла на пользу укреплению его внутриполитических позиций, проигранное Риядом де-факто. Вскоре это придется признать и официально. Зиминская война. Еще сильнее ударила по его международному авторитету история с убитым и расчлененным в Саудовском консульстве журналистом Джамалем Хашоги. Но характер есть характер, его не изменишь. И вот пришло известие, что принц Мухаммед дал утечку относительно истинных договоренностей стран ОПЕК+, с нефтедобывающими странами, не принимавшими формального участия в последней встрече ОПЕК+. Со ссылкой на принца Мухаммеда журналисты написали, что страны-двадцатки, не входящие в ОПЕК+, обязались сократить добычу на 3,7 миллионов баррелей в сутки. Всего же мировая добыча должна быть сокращена на 19,5 миллионов баррелей. Это при том, что в официальной договоренности ОПЕК+, предполагают сокращение добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Еще 250-300 тысяч баррелей США обещали сократить за Мексику. Остальное сокращение в США и других странах, не входящих в ОПЕК+, официально не зафиксировано и должно происходить якобы естественным путем, по мере вынужденного ухода с рынка разоряющихся компаний. Я охотно верю, что цифра в 19,5 миллионов баррелей действительно обсуждалась и что по совокупности официальных и неофициальных обязательств на нее даже вышли. Это логично, ведь накануне переговоров, проводя совещание с представителями ТЭК, Путин говорил, что согласно прогнозов, превышение предложения нефти над потребностями рынка спросом уже в текущем месяце может достичь 15-20 миллионов баррелей в сутки. На таком фоне сокращение на 9,7 миллионов или даже на 10 миллионов баррелей было бы явно недостаточным. Тем более, что соглашение начнет действовать только в мае, а кризис не закончится ни весной, ни летом. Следовательно, можно предполагать дальнейшее сокращение спроса на сырье, в том числе на нефть. Похожие на реальные и цифры сокращения стран 20-ки, не входящих в ОПЕК+, не считая США, озвученные 3,7 миллионов баррелей в совокупности с 2 миллионами баррелей, на которые по слухам согласились сократить добычу США и еще 300 тысяч баррелей, которые они приняли на свою долю дополнительно вместо Мексики, составят 6 миллионов баррелей, а вместе с сокращениями ОПЕК+, 15,7 миллионов. До 19,5 миллионов баррелей остается еще 3,8 миллионов баррелей, которые могут закрыть остальные нефтедобывающие страны, не ОПЕК+, и не 20-ки. Более того, поскольку цены не вернутся на комфортные для сланцевиков, отметки не в апреле, невозможно в мае, то сланцевая отрасль США может в реальности сократить добычу сверхобещанных 2 миллионов баррелей в сутки. Не исключено, что соответствующие обещания даны. По крайней мере, призывая Россию и Саудовскую Аравию к переговорам, американцы утверждали, что способны только в Техасе сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Слабое место всех этих договоренностей заключается в том, что кроме соглашений в рамках ОПЕК+, они нигде не зафиксированы юридически. Это скорее джентльменские обещания. Как они выполняются, мы знаем на примере продвижения НАТО на восток. «Джентльмены» в свое время обещали, что этого не произойдет. А потом сказали, что, мол, ситуация изменилась. От юридической фиксации договоренности пришлось отказаться, потому что США и некоторым другим странам их внутреннее законодательство запрещает участие в картельных соглашениях, каковым и является ОПЕК+. Тот же Трамп не может себе позволить нагло и публично нарушить закон накануне выборов. Его сразу съедят демократы, которые обвинят его не только в нарушении закона, но и в сдаче американских интересов. Поэтому Трампу позволяют сделать вид, что он ничего не уступил. А сделка ОПЕК+, состоялась, как говорят подчиненные американского президента, при его сильном лидерстве. Для России второй срок Трампа, безусловно, лучше, чем возвращение клептократической Клинтоновской команды к власти под прикрытием Байдена. Поэтому российские участники переговоров обязательства США стараются не комментировать. А если и комментируют, то так, что из этого абсолютно непонятно, какие же обязательства принял на себя Вашингтон. Но Россию в целом сделка устраивает. Цена на нефть должна вернуться к значениям, совпадающим с расчетными для российского бюджета. При этом она будет значительно, на 25-35 долларов за баррель, ниже комфортной для американских сланцевиков, что серьезно подрежет крылья этому сектору, оставив на рынке только компании, обладающие самыми рентабельными месторождениями, а таких немного. Также она будет долларов на 35-40 ниже цены, необходимой для бездефектного сведения саудовского бюджета. По большому счету, России надо, чтобы цена выросла где-то до 45 долларов за баррель и стабилизировалась на этой отметке. С учетом прогнозов о дальнейшем углублении глобального системного кризиса, от нынешних договоренностей более радикального результата ждать не следует. Поэтому боюсь, что когда в июле их надо будет пересматривать, партнеры заговорят не об увеличении, а о дальнейшем сокращении производства. Саудовская Аравия не получила от нефтяной войны радикальный результат в виде полного уничтожения американского сланцевого сектора и резкого сокращения присутствия США на мировом рынке нефти. В то же время прогнозная цена на нефть, которая может быть достигнута по результатам действия соглашения, не удовлетворяет Дом Сауда, поскольку не решает проблемы бюджета. На этом фоне утечка информации от принца Мухаммеда выглядит вполне естественной и даже резонной. Либо цены на нефть в результате слева данной информации прыгнут вверх и подберутся поближе к тем значениям, которые устраивает Ариад, либо США, возможно и другие страны, которым закон запрещает участвовать в сделке, не смогут выполнить свои обязательства, поскольку их власти будут находиться под пристальным контролем оппозиции, вынуждены нарушат соглашения и создадут условия, при которых Саудовская Аравия сможет выйти из него, возложив вину на других. О том, что такой вариант рассматривался королевством еще до заключения сделки, свидетельствует подача соглашений с саудовской пропагандой. СМИ и официальные лица в Ариаде в один голос заговорили о том, что партнеров, особенно США и Россию, трудно проконтролировать насчет исполнения своих обязательств, поэтому, мол, Саудовская Аравия должна ориентироваться исключительно на ситуацию на рынке и, если она позволит, резко нарастит добычу нефти. Понятно, что с такими настроениями и перспективами сделка вряд ли будет слишком устойчивой. Главные игроки просто взяли тайм-аут, чтобы пару месяцев посмотреть, как себя будет вести рынок, а после этого принимать решение об окончательной стратегии на среднесрочный период. Долгосрочное планирование в нынешних условиях априори невозможно. В общем, если летом, в начале осени мы столкнемся с новым периодом отчаянной торговли производителей относительно дополнительных соглашений, будет хорошо. Худший вариант – возобновление нефтяной войны на фоне нарастающего кризиса. Но он-то как раз и является наиболее вероятным, поскольку в условиях острого перенасыщения рынка заключить устраивающую всех сделку практически невозможно, а палеотип большинству не нужен. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Временный нефтяной компромисс.